Крепкий чай перед эфиром, главное без сахара. Все потому, что 100 лет назад донтисты из Великобритании определили главную причину заболевания зубов. Это сахар. Еще интереснее методы профилактики этого недуга. После съеденной сладости они рекомендовали выпить бокал сухого шампанского. С тех пор медицина шагнула далеко вперед, и таких советов сейчас вряд ли где-то можно услышать. Ну а через секунду мы начнем рассказывать о последних новостях из Иркутской области. Только чай допью. Никакого водного праздника. В Иркутске уже во второй раз отложили запуск фонтанов. Связано это, как нетрудно догадаться, с продлением режима самоизоляции в Иркутской области до 31 мая. К слову, все фонтаны города уже прошли необходимую подготовку к началу сезона, но теперь будут запущены в работу не раньше июня. Поэтому остается лишь запастись терпением. Не заставим вас долго ждать и прямо сейчас расскажем об основных событиях минувшей среды в Иркутской области. В эфире новости по будням, а далее короткие анонсы от наших корреспондентов. 40 пациентов в день обследуют мобильные бригады врачей в Иркутске. В условиях пандемии медики работают с соблюдением всех мер безопасности. В выпуске узнаете, как проходят будни таких бригад в областном центре. В нашей области перекрыли каналы реализации черной и красной икры, а также ценных видов рыбы, добытых браконьерами. Кадры с места несостоявшейся сделки в Иркутске ждут вас позже. Иркутский кинотеатр «Чайка» будет снесен. Почему на его месте не появится молодежный центр, как это планировалось ранее, объясним в выпуске. Объясним в рубрике «Повесточки», какое радостное событие впервые за 15 лет произошло в Иркутском зоосаде. И какой музей при Байкалье попал в десятку лучших в стране. Теперь о событиях дня подробнее. 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Иркутской области за последние сутки. Это значит, что общее число заболевших на сегодняшний день составляет 380 человек. На данный момент 274 жителя при Байкале находятся в больницах. Но важно отметить, что лишь 6 пациентов в тяжелом состоянии. К тому же с завтрашнего дня в Иркутской области начнется первый этап выхода из режима самоизоляции. В первую очередь он коснется работников малого и среднего бизнеса. Им разрешат работать. Речь идет о 800 тысячах наших земляков. Однако возврат к привычной жизни вызвал неожиданные проблемы. Многим людям теперь не с кем оставить своих детей. А детские сады в регионе будут открыты лишь на третьем этапе выхода из режима самоизоляции. То есть еще не скоро. Поэтому сегодня принято решение увеличить число так называемых дежурных групп. Родители, те, которые работают в организациях, которым разрешено работать в соответствии с документами, с принятыми указами, постановлениями, родители могут обратиться в департамент того города, где они проживают, и заявить свою потребность о том, что им не с кем оставить ребенка. По заявлениям по потребности родителей в детских садах открываются дежурные группы. Тем временем борьба с пандемией. В Иркутской области в самом разгаре на передовой инфекционного фронта оказались врачи и так называемые медицинские бригады. Последние появились в Иркутске с момента введения режима самоизоляции. В их задачу входит собрать анализы на коронавирус на дому. Сколько пациентов уже удалось обследовать таким образом, сегодня узнавал Олег Федоров. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Эти стихи маршака теперь можно отрисовать не только почтальонам, но и медицинским работникам. Медсестры 8-й поликлиники Иркутска в специальных комбинезонах, двойных бахилах и с защитными экранами на лице ежедневно приходят к жителям Ленинского района. С собой у них переносные холодильные камеры, где хранятся палочки, чтобы брать мазки и пробирки среды. В коробке поддерживается постоянная температура плюс 4 градуса, чтобы пробы на COVID-19 сохранились до приезда в лабораторию. Правда, иногда жильцы в таком виде врачей даже в подъезд не пускают. Опасаются. Людям многим страшно, особенно пенсионерам. Особенно, когда мы приезжаем в полной экипировке, то есть для них сразу начинается паника, что кто-то заболел. То есть в основном реагируют, конечно, соседи. Люди-то нас ждут, которые мы приезжаем на мазки. То есть люди нас ждут. В основном очень сильно реагируют соседи, что приехала такая вот бригада. Бригада отправляется на очередной вызов. Две группы медсестер посменно, без выходных, курсируют по всему Новоленина. За день мобильная бригада успевает пройти в среднем до 40 пациентов. Большинство из них приехали в регион из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции. Всего с начала введения режима медики успели взять образцы анализов у 1022 пациентов. Сама же поликлиника номер 8 работает в особом режиме. От плановых осмотров из-за угрозы распространения вируса пришлось временно отказаться. В случае необходимости доктора готовы оказать неотложную помощь. В то же время мы оказываем помощь в полном объеме пациентам сердечно-сосудистой патологии, эндокринологической и онкологическим пациентам. То есть вот эта помощь у нас не переживается. Преимущественно оказываем на дому. Если нужно, назначаем обследование, которое нельзя провести на дому на определенное время и дату. Они приходят сюда, чтобы пациент минимально находился в поликлинике. Перед входом в поликлинику установили информационный баннер. Пациенты с температурой и признаками ОРВИ должны заходить в учреждение с другой стороны. Такая система позволяет эффективнее ограждать людей друг от друга, чтобы не возник очаг заражения. На крайний случай в больнице переоборудовали инфекционный кабинет. Человека там осмотрят, а самих врачей после процедур обработают. Ведь от безопасности медицинских работников зависит безопасность пациентов. Сохранить в секрете детали крупной сделки не удалось. В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной добыче и последующей реализации особо ценных видов рыбы, а также икры, красной и черной. Дело было поставлено на широкую ногу. Кадры с продукцией, которая никогда не попадет на стол к гурманам, увидите прямо сейчас. Стоять, полиция! Под белой ручки из кузова пикапа прямиком в отдел полиции. К такому трое участников встречи на пристани в Иркутске оказались не готовы. Хотя должны были, ведь коробки, которые они передавали друг другу, наполнены ценным грузом, добытым браконьерами. Внутри икра и рыба, занесенные в том числе в Красную книгу России. Правда, сознаваться в этом задержанные не спешат. Цель вашего приезда сюда? Привез коробки. С чем коробки? Мне сказали привезти коробки. Я их загрузил, привез. Вы не знаете, что в коробках находится? Просто передаете коробки? А кому передаете? Я не знаю. Зато знают оперативники. Они были в курсе, готовящиеся в областном центре сделки по передаче и дальнейшей продаже крупной партии незаконно добытых осетров, байкальского омуля, а также красные и черные икры. Все это извлекают из машин и фиксируют на камеру. Пригодится в качестве доказательств. Их, впрочем, вообще, похоже, будет немало. Проведены 12 обысков по адресам проживания подозреваемых. В торговых точках и складских помещениях. В общей сложности изъято свыше 300 килограммов приготовленной к сбыту продукции. В том числе 6 осетров и 200 килограммов запрещенного к вылову байкальского омуля. А также более 10 килограммов черной и красной икры. К улову полицейских можно отнести также найденные в ходе обысков документы и орудия добычи рыбы. Все это приобщат к материалам уголовного дела. Алена Полоненко, новости по будням. Уголовным делом обернулось еще одно дерзкое преступление. В Октябрьском районе Иркутска средь бела дня похитили респектабельный джип. Действия злоумышленников, тщательно скрывавших свои лица, попали в объективы камер видеонаблюдения. Вот кадры с места преступления. Да, вы все правильно поняли. Двое мужчин украли электромобиль, любимую игрушку маленького иркутянина. Родители оставили джип в подъезде. Именно оттуда машинку изобрали, а затем увезли на такси. Сейчас подозреваемых в краже уже нашли. Электромобиль вернули юному автовладельцу. А вот самим злоумышленникам только предстоит пожинать последствия нестандартного угона. Фигуранты были задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте 33 и 35 лет. Известно, что один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража. Способны украсть не только время и нервы, но и жизнь автохама на дорогах региона. Ведь порой банальная спешка может привести к серьезным последствиям. Несколько примеров тому покажем в нашей традиционной видеоподборке нарушений. Режим самоизоляции научил многих осмотрительности и терпению. Других же ничему не научил. И они по-прежнему, как и водитель этого внедорожника, нарушают правила дорожного движения. Этот автохам явно куда-то торопился, потому что сначала выезжал на встречку, а затем и вовсе решил отправиться в путь по обочине. Соседей по потоку такие маневры явно не оценили. А у этого владельца авторегистратора перед глазами пронеслась буквально вся жизнь. Со скоростью вылетевшей на встречку Тойоты. Игры на перегонки с грузовиком могли закончиться трагедией для водителей и пассажиров минимум трех автомобилей. В очередной раз спасла реакция автора видео. Такими бы рефлексами обзавестись нашему следующему герою. Водитель иномарки не убедился, что на встречной полосе никого нет и не спеша выехал на дорогу. А тут фура. Водитель большегруза вовремя нажал на тормоз, но по инерции проехал еще несколько метров. Правда, столкновение все же удалось избежать. Если вы стали свидетелем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Раньше новинки видеопроката и полные залы зрителей. Теперь разруха. Новый поворот в судьбе пустующего здания кинотеатра «Чайка» в Иркутске. Его решено снести полностью. А на его месте построить детскую поликлинику. Хотя планы насчет строения были совсем иными. Детали непростой ситуации. Далее. Где тут мировые блокбастеры, а где арт-хаусное кино, теперь и не разберешь. От Иркутского кинотеатра «Чайка» осталось только одно название. Да, километры теперь уже никому не нужной пленки. Уже два года это здание простаивает впустую, привлекая мародеров до бездомных. Именно здесь планировали создать крупный молодежный центр. Роман – один из авторов проекта. Вместе с коллегами разработал его до мельчайших деталей. Придумал даже особый зал-трансформер и каворкинг-зону. То здание «Чайки», когда оно закрылось в 2018 году, оно сразу всем показалось таким очень значимым местом. Потому что это очень удобно для студентов. Рядом есть остановки всех общественных транспортов, в том числе, например, трамвая внизу. И плюсом еще на остановке трамвайной мы уже два года реализуем проект парка «Инициативная молодежь». И вот мы думали, что улица Терешкова станет такой молодежной улицей города Иркутска. Но теперь не станет. По крайней мере, не в ближайшие годы. Буквально на днях стало известно. Здание кинотеатра будет снесено до основания. А на этом месте построят новую детскую поликлинику. Сейчас и врачи, и маленькие пациенты с родителями ютятся в пристройке к жилому дому. К поликлинике прикреплено больше 9 тысяч детей. Все их карточки уже попросту некуда складывать. Впрочем, это не самая большая проблема. Грибок на стенах, маленькие кабинеты, узкие коридоры и единственный туалет на всех. В таких условиях здесь существует уже 25 лет. Жители этого района постарались прикрепиться в более доступные, потому что здесь действительно даже по количеству врачей вроде бы хватает. Но там такая скучность была, что по три участка в одном кабинете, то есть три врача в один день принимают. То есть поочередно, конечно, но грузка такая была. Именно поэтому на уровне главы региона и было принято решение переселить поликлинику в новое здание и построить его как раз на месте чайки. А вот работа по проекту молодежного центра пока затормозилась. На защиту площадки для молодых талантов встало киносообщество Иркутской области. Поликлиники однозначно городу нужны. Подпишусь под этим и как отец четырехлетнего сына. Это необходимо. Вопрос, который обсуждению подлежит, это будет ли когда-то у иркутской молодежи какое-то здание, помещение, где молодые люди могли бы себя реализовывать. Мы уверены, что у нас огромное количество талантливых молодых людей, которым как воздух необходима площадка. И такая все-таки должна в ближайшее время появиться. В апреле была создана рабочая группа, в которую вошли представители и студенчества, и властей разных уровней. Их задача – создание в Иркутске единого центра – дома молодежи. Здание кинотеатра «Чайка» тоже рассматривали для этих целей. Но выяснилось, что оно слишком мало для размещения такой площадки. Так что сейчас идет поиск новой точки на карте города. Надежда Казакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Одними из лучших в стране признаны проекты по благоустройству бульвара Гагарина и улицы Урицкого в Иркутске. Список таких объектов каждый год составляет Минстрой России. По итогам прошлого года в перечень вошли 132 проекта, в том числе из Иркутска. Если говорить про Урицкого, то там полностью преобразился внешний вид улицы. Рабочие положили новую тротуарную плитку, обновили ливневку. А еще установили скамейки для отдыха, особые энергосберегающие фонари, высадили деревья и кустарники. Кроме этого, на пешеходной артерии появились защитные подъемники, баларды. На бульваре Гагарина тоже обновили покрытие тротуаров, поставили дополнительные уличные светильники, скамейки и оборудовали велопарковки. А заодно добавили зеленых насаждений. Напомню, что благоустройство шло при участии горожан. Они могли высказать свои пожелания о том, как должна выглядеть та или иная зона. Как выглядят тепловые сети Иркутска, предстоит узнать специалистам. С сегодняшнего дня в областной столице завершился отопительный сезон. А это значит, что совсем скоро в городе займутся восстановлением коммуникации. Когда именно начнутся работы и где об этом можно узнать, расскажем в следующем материале. В этих квартирах батареи больше не греют, как и во многих других домах Иркутска. Все потому, что сегодня в областной столице завершается отопительный сезон. А это значит, что с этого момента начинается время ремонта тепловых сетей города. Это необходимо для того, чтобы подготовить коммуникации к будущей зиме. Начинается межотопительный период, в котором мы уже будем проводить подготовку к следующему отопительному сезону. Планируется большой объем испытаний тепловых сетей и плановых ремонтов. Кроме этого, еще и устранение повреждений. Все эти работы не пройдут бесследно для жильцов многоквартирных домов. Ведь неотъемлемой частью межотопительного периода является отключение горячей воды. В том числе из-за гидравлических испытаний систем отопления ресурс перестанет поступать в некоторые квартиры города на срок до 10 дней. Но как узнать, стоит ли ваш дом в планах на проведение работы? Ответ на этот вопрос жители Иркутска теперь смогут найти, не выходя из дома. Организован сервис, так называемая поисковая строка, с помощью которой наши потребители смогут узнать об отключениях, связанных с работами на тепловых сетях. Сама поисковая строка размещена на сайте ресурсоснабжающей компании. Пользователю нужно только ввести свой адрес, и программа даст всю необходимую информацию по работам и срокам их проведения. Если дома нет в списке, значит ремонт в вашем районе не запланирован, или же им занимается управляющая компания. Сервис сделан для того, чтобы жители областной столицы смогли не только узнать о грядущих работах, но и заранее подготовиться к временному отключению горячей воды. Данил Седов, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Какую бы воду ни отключили, горячую или холодную, это одинаково неприятно. Ведь вносит коррективы в привычную жизнь человека. Но возможно в этом году плановых отключений от благ цивилизации в весенний-летний период не будет, о чем речь узнаете прямо сейчас. Из года в год мы задаемся вопросом, что спасет цивилизацию от плановых отключений холодной воды в весенний-летний период. Надежда была на новые технологии. Но нет, помощь пришла откуда не ждали. Из-за коронавируса тазики среди жителей Иркутска останутся невостребованы, по крайней мере в этом месяце. Запланированное на 14 мая отключение воды в правобережном округе города перенесли. Причина – продление режима самоизоляции. Но рано радоваться намеченный на лето предупредительный ремонт на сетях, пока никто не отменял. Значит, отключений холодного водоснабжения не избежать. Первый месяц зон тазиков откроют жители Ленинского района. Там не будет воды с вечера 4 июня до утра 6 июня. В Свердловском округе отключения произойдут дважды. С 25 по 27 июня, потом с 16 июля по 18 июля. С 6 по 8 августа холодная вода не будет поступать в дома Куйбышевского района. В Октябрьском с вечера 20 августа до утра 22-го. Когда же под отключение попадут улицы правобережного округа, пока неизвестно. Если режим самоизоляции в регионе продлят, то и график планового ремонта на сетях сдвинется. Точно об этом станет известно ближе к июню. Алена Полоненко, Юлия Шенкарюк. Новости по будням. Чем ближе лето, тем больше жителей Иркутской области задумывается об отпуске и о том, где его провести. Правда, в этом году привычные для кого-то поездки за рубеж, скорее всего, не состоятся. Но грустить из-за этого явно не стоит. Сегодня наш корреспондент Ольга Харнутова решила собрать информацию о непопулярных, но уникальных достопримечательностях Иркутской области. Что из этого получилось, узнаете прямо сейчас. Кажется, что эти кадры сделаны где-то вдали от города. Здесь неистоптанная земля, трава по колено, множество кустарников и множество пернатых. Все это заказник Птичья гавань. Правда, находится он не в пригороде, а в Ленинском районе Иркутска. В этих местах живут 210 видов птиц. 35 из них включены в Красные книги России и Прибайкале. В их числе Длиннопалый, Песочник, Серый журавль, Красавка и другие. Для области это одно из редких мест, где на Малой площади можно встретить только птиц. Но вот еще очень интересное место, это самая южная конечность Култука, между Култуком и Слюдянкой. В чем еще ценность водно-болотного комплекса, в Иркутах, мы чаще назовем Ноленинские болота или Ноленинские озера. Это то, что это все находится прямо в черте города. То есть люди, желающие посмотреть на птицу, 10 минут на общественном транспорте, и вы видите вокруг себя и чаек, и различных водоплавающих, и хищных птиц, и эндосов даже. И это далеко не единственный пример, который доказывает, что за удивительными явлениями далеко ехать не нужно. Например, в Катчевском районе есть уникальный археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков. Их сделали люди, которые жили в Новокаменном веке. Это более 9,5 тысяч лет до нашей эры. Правда, из двух тысяч изображений осталось лишь треть, но от этого они не менее ценны. Много наскальных рисунков древнего человека. Там можно видеть животных, лосей, оленей, других животных, с которыми человек сталкивался. И сами люди изображены. К сожалению, очень сильно писаница страдает от диких туристов, которые ее часто портят. Вообще, берега Байкала – это геологический музей под открытым небом. Там много образований, относящихся к разным эрам, периодам. Иркутская область действительно полна уникальных мест. Возле рек Киринга, Лена, Уликан, например, есть минеральные соляные источники, в которых водятся раковинные амебы. И они обитают только в морях. К тому же, солнечных дней на Байкале так же много, как на Черноморском побережье. Это связано с тем, что горы, которые окружают озеро, не пропускают облака. С тем, что малоизвестных достопримечательностей в Иркутской области много, соглашается и опытный турпроводник Анастасия Емельянова. Люди очень страдают, что они не могут посмотреть на скандинавские побережья, например. Но я знаю такое скандинавское побережье. Любимый мыс у юга. Он находится чуть дальше Сармы. И там на самом деле полноценные норвежские и скандинавские пейзажи. Также, на мой взгляд, недооцененными являются Тажиранские степи. Туда очень часто возят группы туристов, ну там китайских, иностранных, или просто тех, кто приехал из Москвы. А наши местные почему-то думают, что там довольно скучно. А еще в Тажиранских степях есть знаменитая гора Йорт и река Анга, которая впадает в Байкал. Словом, чудес хватает в местах, где, казалось, мы были не один раз. И, пожалуй, закрытые из-за пандемии границы лучшее время, чтобы изучить свой родной, но всегда удивляющий край. Ольга Харнутова, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Удивят жители Иркутска, и не только, уже 16 мая сотрудники художественного музея. В этот день на официальном YouTube-канале учреждения пройдет акция «Ночь в музее». Зрителей ждет рассказ обо всех отделах художественного музея, видеосюжеты об отдельных экспонатах, мастер-классы и экскурсии по особой кладовой. О других не менее интересных новостях со всего света расскажем в традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Желание в чем-то превзойти других – одна из первых реакций маленького ребенка на окружающий мир. Ощущение первенства не только доставляет удовольствие, но и поднимает, заставляет двигаться вперед к новым свершениям. О маленьких и больших победах сегодня поговорим. Первый за 15 лет еж родился в Иркутской зоогалерее. Именно столько времени потребовалось, чтобы подобрались подходящие друг другу самец и самка. Правда, сейчас участие в воспитании и уходе за еженком принимает только его мать, ну и сотрудники зоогалереи. Байкальский музей, расположенный в Листвянке, вошел в десятку лучших музеев природы и экологии в стране. Правда, с одним важным уточнением, ведь в рейтинг попал сайт учреждения. Он стал одним из популярных для проведения онлайн-туров, виртуальных экскурсий, выставок и трансляций в социальных сетях. Впервые в сети в этом году Международный фестиваль Интермузей 2020 пройдет в цифровом формате с 27 по 29 мая. Ожидается, что на своей виртуальной площадке он объединит более 360 музеев. Тема осмотра этого года – хранители мира. Программа обещает быть насыщенной, пройдут вебинары, межмузейные конкурсы. На виртуальных стендах музеев будет представлена работа учреждений по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и восстановлению объектов культурного наследия. Удивил всех вокруг. Пятилетний Надир из Караганды отжимается от пола 1200 раз за один подход. Юный атлет решил стать сильным и побить рекорд после того, как в детском саду его обидел один из сверстников. Каждый день в течение года мальчик тренировался дома с папой. Теперь он не только с легкостью отжимается, но и подтягивается на турнике и брусьях, делает стойку на руках и даже приседает на одной ноге. Желаю вам грандиозных побед и великих свершений. До встречи! И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости, не забывайте про наш сайт ntsdfiz.ru. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Ну что, расскажи, какие у тебя любимые места в Иркутской области? Я вот люблю такие, знаешь, маленькие поселки, вроде Большие Коты, Галаусь. Ну сейчас вот я тебе назову и сразу оно станет еще чем-то любимым местом. Это секрет, короче. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!